На первый план вышли самые злободневные темы. Ремонт больницы в Струнино, вопрос с мусорной реформой, а главное – исполнение Сипягином своих масштабных обещаний, данных еще в сентябре прошлого года. Например, ход проведения аудита промышленных объектов области. Первые результаты уже имеются, заявил губернатор. Проблемными признаны 40% предприятий из 2000. И по каждому объекту, уверяет глава региона, уже создана рабочая группа. Эксперты анализируют и эффективность проведения межрегионального экономического форума, ставшего в год управления Светлана Орлова регулярным событием с большими капиталовложениями. Как сам по себе форум, он нужен для поддержки наших предприятий, которые находятся на территории Владимирской области, для взаимодействия их с предприятиями других субъектов, других стран. В какой-то форме будет, как мы это организуем, это уже второй вопрос. Мнение, что нужен, но надо делать его по-другому. Сразу несколько муниципальных образований подняли вопрос об отсрочке мусорной реформы и о плане действий губернатора на грядущий год. Журналисты из Киржача, Кольчугина и Александрова, на территориях которых расположены мусорные полигоны, взволнованы тем, что в регионе не предпринимается никаких мер по решению вопросов с вывозом бытовых отходов. Сипягин отметил, что в настоящее время нужно произвести актуализацию территориальной схемы, сделать ее публичной и обсудить с общественностью. Эту проблему и вопрос выбора единого регионального оператора новый глава региона охарактеризовал как тяжелое наследство предыдущей власти. Как можно было выбрать предыдущей администрации одного оператора? Как вообще? Да нельзя этого было делать. Это полная монополия. А монополия – это что такое? Это всегда все. У нас три зоны действуют по идеальной схеме и один игрок. Как? Я не понимаю вообще. То есть это неправильный путь. Это выкручивание рук. И поэтому я взял то, что взял, конечно. Менять что-то было нельзя уже, мы не успевали. Если бы не изменилось законодательство, то, конечно, было бы тяжеловато. Споры среди пресс вызвало обсуждение из Трунинского вопроса со строящимся больничным городком. Губернатор отметил, что в настоящий момент администрация области сделала все возможное для благоприятного исхода. В первую очередь Сипягин направил письмо в Минздрав с просьбой перенести невыполнимые сроки ремонта больницы. Хотя эту превентивную меру, опять-таки, по его мнению, должна была произвести предыдущая власть. По этой проблеме даже не была создана рабочая региональная группа. То есть все понимали, что сроки нарушаются. Это все представители предыдущей администрации, все это понимали. Но даже никак на это не реагировали. Ни письма в Минздрав не писали, не привлекали инициативную группу города Александрова для обсуждения проблемы. Что мы сделали первое? И что я сделал как губернатор? Я создал первое, самое главное, эту рабочую группу, куда вошла инициативная группа, потому что мы открыты абсолютно для всех. Новый губернатор получил массу вопросов и из социальной сферы. Например, будут ли многодетным семьям вместо земельных участков выдавать компенсацию на строительство, когда в некоторые деревни придет газификация и как скоро будут отстроены социальные учреждения в районах. Все проблемы глава региона взял на карандаш, пообещав проработать каждый вопрос. Кроме тем, на злобу дня Владимира Сипягина спросили о том, насколько быстро его и большая семья привыкла к его новой должности и как бы он охарактеризовал прошедшие 100 дней работы одним словом. Губернатор сказал, что они были интересными, хотя и непростыми. Следующую встречу с журналистами он пообещал провести еще через три месяца работы.